Всем привет! Это наша уже оставшая постоянная рубрика «Ухо-нос». Вы, конечно же, обратили внимание, что мы достаточно давно ничего не снимали, хотя, наверное, нет, не обратили внимания, потому что мы денно и ношно трудились до этого и, соответственно, сняли немножечко выпуска с запасом, поэтому не было ни единого разрыва, как вы понимаете. Почему не было ни единого разрыва? Я, ваш покорный слуга, отсутствовал полтора месяца, и вот после этого, значит, небольшого промежутка времени мы продолжаем нашу постоянную рубрику. Пятый выпуск. Пятый выпуск. Пятый выпуск. Пятый выпуск. Пятый. Пятый. Поехали, заставка. А есть ли у тебя новость? У меня есть новость. В Лос-Анджелесе прошел марш в защиту маленьких пенисов. Все фотографии участников марша есть в сети. Ну, не все достоинства видны, я так понимаю. Интересно, а в виду чего они митингуют? Кто-то ущемлял маленькие пенисы? На полном серьезе Япония когда-то... А маленькие пенисы это какие, извини? Вот так, пожимаю. Хочешь, покажи? До 16. До 16.00? Ну, чтобы ты понимал, на полном серьезе когда-то Японская Федерация Баскетбола внесла предложение проводить Олимпийские игры по баскетболу с игроками с ростом до 180 сантиметров и выше. Чтобы не ущемлять права коротышек. А у нас нету фотографий, да? Ну, ладно. Ну, можно фотографию посадить? Просто посадить на эти лица. И вот эту уверенную походку Макгрегора. Не, на самом деле, если честно, просто хотелось видеть тебя идущим с транспарантом, поэтому марш... Во главе. Ну, понятно, дело, что не в хвосте. Не в конце, как говорится. В Польше беременная женщина умерла из-за отказа врачей сделать аборт. Ее считают первой жертвой нового законодательства. Этот случай спровоцировал протесты в Варшаве, Кракове и других городах. То есть, ей запретили сделать аборт, и она из-за этого умерла. Прикинь? Новость, на самом деле, достаточно прискорбная, как бы, и без деталей очень сложно разобраться. Но я хочу сказать, я вот буквально вчера, раз мы уже затронули тему Польши, читал новость о том, что Польша, значит, там, Верховный суд Польши пошел, значит, вопреки законодательству Евросоюза. Там вообще в Европе очень жесткий шухер, как бы, поговаривают о пол-экзит. Ну, это как в экзит, только пол-экзит. Ну, пол-выхода, на пол-сюжечки. Ну, типа, они берут начало страны, европейской зоны, и, как бы, добавляют экзит. Про экзит. Экзит, фрэкзит. Фрэкзит, кстати, нормально. Фрэкзит. Очень звучно. Фрэкзит. Видел интервью какого-то польского политолога, и он сказал, что если Польша выйдет из еврозоны, то она присоединится к России. Думаю, вот наркомана. Что? Где тебя выкопали? Болитолог. Вот. И я это к чему, собственно, все говорю? К тому, что, видимо, там бачок потик немножко где-то у кого-то в Полянде нашей. Не, ну, у них язык из двух буксов стоит. И тут же, знаешь, чем закончили эту новость? Закончили новость тем, что двум миллионам гастарбайтеров из Украины переживать нечего. И даже если будет полэкзит, то как бы они останутся с работой. И тут же взяли интервью какого-то чувака, который занимается, значит, этой всей там. И он говорит, не, 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 точно ничего. Никаких проблем у двух миллионов украинских гастарбайтеров не будет. Короче, приятно было очень. А еще, знаешь, на самом деле, что меня удивило? Я прочитал, Евросоюз вбил в экономику Польши за 15 лет 150 миллиардов долларов. И при этом, при всем, за 15 лет ВВП Польши вырос всего лишь на 30%. Может, там лазеечка какая-то есть? То есть, либо какие-то деньги пошли не по назначению, какие-то 130 миллиардов. Не, они по назначению как раз пошли, только не потому. Что происходит? За 15 лет они получили 150 миллиардов, и ВВП вырос на 30%. Так смотри, подожди, а как бы для Украины это же хорошая новость. Если кто-то вышел, то кто-то же должен зайти. Да, и получается, я еще, знаешь, о чем подумал? О том, что, получается, Польша это западная граница Евросоюза. Да. То есть, это защитный фронт для борьбы с Россией. Украина, как бы, ну, можно чуть границу перенести. Мы можем взять эту ношу на себя. Польша окажется между границей и остальной еврозоной. Но они с Россией объединятся, правильно? В Росаке, получается. Маленькая такая. Россия вошла в тройку стран-лидеров по количеству смертей из-за селфи. Каждый третий человек был путешественником. Отчаянные, потому что. Это он, типа, ну, когда-то залез на гору, где селфи оступился или что? Ну, наверное, по всей видимости. Либо, может быть, потому что селфи были произведены на веселе. Небольшом, но веселе. То есть, это даже смерть не из-за селфи. Это смерть на веселе. Просто так получилось, что в этот момент как бы просто было селфи еще. А ты вот просто представь, кому вообще пришло в голову вот проанализировать этот факт и зачем? А о чем еще писать? То есть, сидели какие-то ученые. Так, ага, куда бы нам потратить мобу? Это может быть частью огромного работы на тему влияния мобильных телефонов на жизнь человека. И как подраздел смертность от селфи. Может быть. То есть, проще, проще давать кому-то все же телефон фоткать. А без вот этих себяшек. Ну, получается, да. Ну, все, вот вывод. Как бы не надо селфи делать. Хватит. Не, ну, там основной раздел все равно как бы смертность во время фотографирования. И ее маленький раздел именно селфи. Потому что по-любому же есть еще очень большая смертность во время того, как ты позируешь. Еще шаг назад. Шаг назад. Пол шага. Еще чуть-чуть. Пока. В Бразилии мужчина прыгнул в озеро, спасаясь от пчел. И его съели пираньи. Бедный Чарли. Можно эту историю рассказать просто? Он спасся от пчел. Да расскажи. Сидел вчера господин Остапчук. И решил рассказать одну историю. Говорит, есть у меня один друг. Ну, он такой, как бы, говорит, тучный немного. Говорю, ну, жирный. Ну, не-не, он тучный. Говорю, ну, жирный. Ну, ну, как, он когда летит в самолете, он покупает сразу три места. Вот. И ему нужно сделать было МРТ. Не, не МРТ, а этот. Что-то кости, короче, посмотреть кости. Таких аппаратов нет. Ну, Барселона закупила такой аппарат для слонов. Этот человек полетел в Барселону на МРТ для слонов делать эту штуку. Но не это самое смешное. Говорит, ну, так же с ним была одна интересная история. На МРТ в очереди была впереди слониха Понка, Джамбо и вон третий номерков. Нас уже начинает разрывать. И он говорит, ну, там еще с ним одна история приключилась. Ну, она так, ну, как бы, приключилась и приключилась. Мы говорим, ну, давай уже. И он просто ржет и не может ничего рассказать. Короче, история заключается в следующем. Говорит, ну, был где-то декабрь, выпал легкий снежок, подтаял и потом притрусил. Он, в общем, скользко. И гулял этот точный мужчина по улице, подскользнулся и упал. И был такой звук, как будто ты чипсы открываешь. Понял, пачку с чипсами, бух. И крик сзади, Чарли, Чарли, Чарли. Он встает. Говорит, какой Чарли. И хозяйка Чарли говорит, он у вас сзади на пиджаке. Смешно. Ну да, в принципе, в продолжение новости, это как раз звучит логично. Уважаемый президент Украины неотложно подписал антиолигархичный закон. Он подчеркнул, что во всех успешных странах Европы нет такой ветки власти, как олигархи. А он хорош. Ну, собственно говоря, я, к сожалению, к своему к олигархам не отношусь, поэтому закон и не читал. А закон там вкратце так гласит, что если у тебя есть состояние от миллиарда гривен, то ты не имеешь права идти в политику. Это сколько в долларах? От 40 миллионов долларов. Ты не имеешь права идти в политику. Или если у тебя есть телеканал... Ты не имеешь права идти в политику. И, в принципе, финансово не готов к этому. Уже от 10 миллиардов, да, ну как бы... То есть, они на самом деле, получается, в законе просто написали, как бы, ну, свод логичных правил. Ну, то есть, типа, то, что, как бы, то, что и так все знали. Если нету 40 миллионов долларов, ты иди дома. Иди зарабатывай. Иди зарабатывай. Иди зарабатывай. Выстройся вначале в налоговую, в суд куда-нибудь. Ну, поработай хоть чуть-чуть. Поработай. Поработай. С людьми. Таможня. Столько, возьми, вариантов на тему. Ну, собственно говоря, что? Теперь, получается, все заживем. Я правильно понимаю? Ну, да, наверное. В Европе и Соединенных Штатах Америки, получается, к власти приходят, я так понимаю, нищие. В принципе, да. В принципе, да. А еще мне что нравится... А как Трамп проскочил? А он не знал, что так... Ему занимали место? Ему занимали... А я занимал. Не, она говорит, смотри, ну, раз вы мне в Симпсона хуже показали... Интересно, а по этому закону Трамп смог бы стать президентом? Или получается все? Ну, у него же нет миллиарда гривен. А есть ли по документам убытки? У него там все в баксе. Лазейка? Лазейка. Сука, это реально обход закона. Там в законе, интересно, написано, что плюс-эквивалент. Надо читать. Мне кажется, что... У меня нет 40 миллионов долларов, у меня полторы тысячи биткоинов. Ничего не знаю. Ну, это даже там до миллиарда еще... А я их тогда покупал, когда мы с Оксанкой квартиру однокомнатную продали на Борщаговке. Ну, еще, конечно, то, что в Америке они, типа, говорят, олигархам нельзя, но у них можно официально давать взятки. Называется это красиво лоббирование, понимаешь? Ты приходишь официально, платишь какому-нибудь, хотел сказать, гувернанту, не губернатору, а как они... Гувернантке. Короче, они... Поперечислять государственные деятели... Нет, ты приходишь, платишь им бабки, говоришь, вот можно я дам денег, чтобы вы легализировали, например, наркотики? Говорит, вопросов нет. И он идет, просто продвигает этот закон. Прикольно? Прикольно. Официальная взятка, ты заплатил с него налоги, все довольны. Как ты думаешь, а все проходит через банковский счет? Я думаю, что нет. Как и наркотрафик в США. В Индии подросток продал жену. Зачем она ему нужна в таком возрасте? На вырученные деньги он купил себе смартфон и поужинал в дорогом ресторане. Розникам жены он сказал, что она ушла сама от него. Я читал, кстати, эту новость. Причем я с нее не смеялся. Ну, как бы смешно. Мне показалось, что это страшно. И как-то дешево. Купил смартфон и еду. А ты думаешь, в Харьковской области жена дороже стоит? Кстати, это хороший вопрос. Из зала. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько, по вашему мнению, может, стоит жена в Харьковской области? Сколько стоит ваша жена? И ссылку на Инстаграм, если можно. Может, возьмем? Прицениться, по рынку пробежаться. По рядам. По рядам. Не, ну вдруг у кого нет, возьмем, подарим. В Сочи оштрафовали водителя дивана. Из-за того, что он не был пристегнут. Кому? Точно дивана? На самом деле, он мог бы, я так подозреваю, что катался по Сочи на диване. Но мне кажется, что он мог оспорить это решение, потому что его транспортные средства не предусмотрели мини-безопасности. Может, ты Део так прочитал? Может, Део или диван сижу? Сижу диван. А расклад двушка или полуторка? Не, ну я думаю, что полуторка, в Сочи же серпантины, а на двушке я вообще не буду. Такой скоростной болит. Юркий. Юркий? Ну и мы сегодня остановились на заправке, и перед нами остановилась машина Юрия Фарм. И вышла из-за руля девушка. Мы подумали, что ей настолько нравилось имя Юрии, что она решила стать Юрия. Шутки за 200 подарок. Ну, как бы нам было весело, в принципе. Ну, по сути, по количеству бутылок, которые ты вынес из машины, я понимаю. Четыре. Давай следующую новость. Звукорежиссер Дюны проглотил микрофон, создавая звук песчаного червя. Я слышал, когда смотрел этот фильм. Мне кажется, там не только он проглотил что-то, там еще что-то проглотил что-то было несколько раз. Смотрел фильм? Не. А первый? А в Дюну играл? Играл. Где-то выбираешь танк, выбираешь... Харвестеры покупал? Естественно, и Девастаторы. Я посмотрел этот фильм, и он мне страшно не понравился. По трейлеру ожидал какого-то вау-эффекта от этого кино, а оно какое-то оказалось фуфлыжное. Мы посмотрели трейлер «Охотники за привидением» новое. Говорят, что в ноябре или когда он там выйдет. Вроде прикольный. Конкурс «Птица года» в Новой Зеландии впервые выиграла летучая мышь. Более того, она побила все рекорды по количеству лайков. Это понятно. COVID-19 ее звали? Маленькая татуировка над глазом. Просто 19. И слезка. Слушай, на самом деле, ты знаешь, Новая Зеландия есть такой индекс, ИЧР, индекс человеческого развития. Он в себя включает уровень дохода, статка и так далее, и так далее, обучение людей в стране и так далее. Каждая страна, согласно ИЧР, индексирована. Новая Зеландия на протяжении многих лет находится на пьедестале ИЧР, потому что люди там очень счастливы и довольны, и у них все хорошо. Именно поэтому, я думаю, что они не могут отличить летучую мышь от птицы. Настолько у них все хорошо. Пусть она победит. Некрасивые тоже должны победить. Пусть мышь победит. Нет, наверное, ты понял, наверное, в конкурсах красоты у них тоже побеждают только некрасивые, потому что, ну, а это гуманно. Ну, что только красивым побеждать? А я хочу вам, друзья, напомнить, чтобы вы не были крысами и мышами, не смотрели на нычечку. Ставили лайки, колокольчики, чтобы не пропускать новые выпуски, потому что они выходят с завидной регулярностью. А также можете писать комментарии. Даже гневные, даже просто фу, нам подходит для того, чтобы наша передача двигалась вверх по чартам ютубчика. Да, и по поводу бюджета вы задаете вопрос, что часть его за Вовой сейчас как бы просто хранится. Просто лежит. Это просто то, что не поместилось в книге. Просто уже выпирает из книги. А у меня вот такая новость. Депутат Львовского горсовета на заседании рисовал портрет Путина. Но не дорисовал, походу. Может, он в ножички играл или... Я думаю, что журналист это понял по тому, как он начал рисовать лоб. Увидел три четверти схожей лобной доли и возмутился. Или он дорисовал. А вот как можно понять, что ты рисуешь Путина? То есть насколько ты хорошо должен рисовать, чтобы просто сидишь такой на заседании, думаешь, Путина может нарисовать? Или он просто написал ПТН, ПНХ, и он подумал, а, так и даже он Путина рисует. Я думаю, что он просто чертил, как бы, квадратик 11 на 11, чтобы с соседом в морской борь. А этот понял, что... Путин один. А кто у нас еще любит морской борь? А, вот он ты, диверсант. Все с тобой ясно. Так, следующая новость у меня получается. Получается, что у тебя? Черниговские таможенники схватили контрабандиста из России. Еще у меня все новости про Россию, я не могу понять, что, а амбассадорами, что? Черниговские таможенники схватили контрабандиста из России с приклеенной иконой на спине. Это Чарли? Вы понимаете, что теперь все, что будет касаться спины, это как бы все. Интересно, от чего икона оберегала его спину? Нажав спину. Ладно, не буду на эту тему шутить, потому что у меня мысль другая сразу. Поймали и поймали. Поймали и поймали. Спасибо, Господь. У меня большая какая-то новость. Тысячи людей притворяются нудистами, чтобы купить дешевый дом недалеко от Торонто. Три спальни, беседка, сад и спа достанутся только раскрепощенному владельцу, ведь весь дом расположен на нудистском курорте. Как это притворяться нудистом? Это ты просто ходить в такой тонкой марле телесного цвета? Нет, просто приклеил рисунок Писюна. На джинсы прямо. По поводу Писюна, конечно, есть одна история сегодня. Она сопровождала нашу поездку сегодня из Киева. А что с Писюном? Ну, одного из наших друзей, он просто... Человек гладил сумку Любы, два часа, думаешь, что это ее рука, понимаешь? Потому что кожаная. Потому что кожаная. Все сходится. Ты говоришь, напедробка. Во Львове начальница поезда избежала штрафа за отсутствие маски, потому что поезд тронулся, и патрульные были вынуждены выпрыгивать из вагона, ведь у них не было билетов. А, сука, так... Вась, трогай! Вась! А ты представляешь этот баттл? Маску одень, билеты покажи. Маску, билеты. А какой штраф, кстати, ты знаешь, какой штраф за отсутствие маски? Ну, не 170 гривен, а... А, до 17 тысяч, по-моему. Вообще, там тысячи, они, по-моему, необлагаемых этих максимум. А за отсутствие билета? Пендаль, получается, под зад. То есть, получается, у начальницы поезда оружие посильнее. Посильнее, да. Все, там, наверное, Клавдия Захаровна такая была. Ну, да. Я думаю, на самом деле, в новости написано, что они были вынуждены выпрыгивать, а на самом деле все было не так. Был получать билеты. Мне кажется, их физически вынудили. То есть, они не выпрыгивали, а вылетали. Прокоповна пришла с 12-го года. Я давно в новость видел, какие-то поступили новые вагоны... Электрички. ...пелли у Кружзалезницы, да. Я посмотрел на них и понял, что это старые вагоны. Ну, только с новой обшивочкой. То есть, я прочитал в начале описание, а там в конце новости были фотографии. Я прочитал описание, подумал, ни хиба себе. Думал, вот это там роскошь, конечно. Там что-то USB-розетки для айфона, для зарядки телефонов. Еще там что-то. Вот. А потом перелисты-перелисты, какие-то супертуалеты. И потом просто, ну вот... Не, ну ты видел, как она выглядит? Их полностью перекрасили. Там сделали мягкие сидения в коем-то веке. Они деревянные. Ты ездил же в электричке, я думаю. Да. А это электричка? Нет, там лежачие места. А, нет, электрички сделали. Я не про электрички. Не видел про электрички? Электрички вообще сделали просто вот такие. Ну, может, график наш добавят куда-нибудь. Так, в Хабаровском крае... Теперь у меня про Россию. В Хабаровском крае среди вакцинированных разыгрывают в Латарею 3 тонны угля. Среди других призов бесплатная медкомиссия для получения разрешения на оружие. Сука, им там вообще заняться нечем. А кто разыгрывает, непонятно? Хабаровский край. Я, знаешь, вчера озадачился. А знаешь, каким вопросом очень интересным? Почему, смотри, получается, есть сейчас паспорта. Паспорта вакцинации. Их дают за то, что ты привился. Да. Но при этом иммунитет от болезни, это так несколько миллионов лет складывается на планете Земля, эволюция называется процесс, что иммунитет более сильный, когда ты переболел. Ну, то есть он сильнее, чем любой другой иммунитет. Почему, когда, естественно, переболел и получил иммунитет, не дают какой-то стикер, с которым можно прийти покушать в ресторан, а с прививкой можно? Это вопрос номер один и вопрос номер два. Почему прививки бесплатные, а тесты на ковид платные? Все. Я закончил? Я все спросил, что хотел. Уже неделю с этой информацией было. Вот если просмотреть всю эволюцию принятых решений с момента начала вируса, но они все же идиотские. Да. И нелогичные. То есть никто не против привиться, никто не против делать тесты. Ну, ребята, ну, блин. Ну, если у тебя, я не болел, но там есть какие-то показатели, там, пять, семь, я не знаю. Ну, может быть, да. Там есть какие-то показатели, там, что-то, три, пять, семь. Но если у тебя есть вот эта штука, ты не можешь заболеть, но без этой штуки... Мне больше всего нравится в этих, ну, значит, тесты сдаются на антитела, сдаются, ну, разные, разные, разные методологии, разные методологии. Разная методология. Так, фишка заключается в том, что, соответственно, там, по одной методологии у тебя может быть, там, там, антител, там, тысяча пятьсот, а по другой методологии семь. И мне нравится, как встречаются люди, которые сдавали тесты по разной методологии, и один другому говорит, типа, а сколько у тебя антитела? Тысяча пятьсот, а у тебя семь. Так мало? А как у тебя тысяча пятьсот? Тысяча пятьсот не может быть. Да нет, не гони, семь не может быть. Это вообще считай, что нет. Это да. Первые два таких человека, которых я увидел, это были Путин и Эрдоган. Да? Да. Этот говорит, у меня одиннадцать, а этот говорит, у меня тысяча четыреста. Пожали руки, разошлись. Не, ну вот, идиотизм сквозит везде. То есть, такое ощущение, будто это просто какой-то глобальный... Я сегодня еще подумал, знаешь, о чем? О том, что на нашем веку, мне кажется, вот, ребятам, которым вот, около тридцати, там, тридцать плюс лет, конечно, мы вообще попали в какой-то, мне кажется, замкнутый цикл питореза. Смотри, то есть, в нашем детстве распадается Советский Союз, огромная страна. После этого лихие девяностые, убийства, кровь, нищета. После этого начало двухтысячных, как бы, там уже Украина, соответственно, у нас революция за революцией, кризис 2008 года, опять революция, война, вот. И сейчас всемирная пандемия, закончится она, блядь, еще одним кризисом, 2008 год покажется, значит, легкой разминкой. И через пару месяцев дефолт Украины. Дефолт, и мне кажется, что еще? Должен быть, должна начаться какая-то вторжение инопланетян. Не, их просто, наконец-таки, презентуют. Они сами себя презентуют. Потому что трейлеры показывают, показывают, а фильм все никак не презентуют. Они себя презентуют в Америке во время презентации Ауди А6 нового поколения. Слушай, Артур показывал фотографию, где он фоткал жену, и на заднем фоне НЛО. Я сам видел. Ты видел это? Я сам видел НЛО. Так, ну, Артур говорит, я вот смотрю фотографию, а там просто тарелка сзади, вот, вот, я жену фоткал. Я смотрю тут, и у меня, говорит, волосы начали расти, они у меня не расти. Это шла третья неделя отдыха в Евпатории. И, наконец-таки, я попробовал буравчик. Так, ты, я, он, она. В Мариуполе. Алешенька Дурнев, пожалуйста. Да, новость от Дурнева, получается. Новость от Дурнева. Это город с населением 400 тысяч человек. Запретили посещать туалеты без ковид-сертификата. Только проговорили. Сертификат легок на помине. Какой же это мразм? Мне интервью брали у кого-то чувака, и он говорит, что, типа, мы понимаем, что очень много людей сделали, типа, фейковые ковид-паспорта. Если у вас фейковый ковид-паспорт, не бойтесь идти в больницу. Признайтесь честно, что у вас фейковый ковид-паспорт. А люди реально, прикинь, понаделывали этих, значит, фейковых документов, а теперь же реально за подделку... До 8 лет. То есть, ты прикинь, Зайцева, которая убила 6 человек и 7 просто покалеченных, максимальное наказание 10 лет. И за подделку ковид-паспорта, который не гарантирует того, что ты не будешь болеть и не будешь распространять болезнь, 8 можешь получить. Не, ну, соизмеримо. Соизмеримо, в принципе. Зайца вот это, что она на самом деле нормально живет, вроде как. Так, унешь, а она же, типа... Она там ходит в больницу, посещает какие-то эти, значит, там... Да у нее чуть ли не спа там. Там спа-гурорт, да. У нее все обставлено, у нее интернет есть. Она как бы просто единственное, что говорят, гуляет только... В социальных сетях сидит она там. Да, только, пожалуйста, в пределах этих двух километров, не дальше, пожалуйста. Вот, все, за Елисейскими полями стоп-линия. Да. И должна как штык быть раз в месяц, как штык должна писать сообщение, что я на месте. Если ты не знал, то китайцы научились превращать промышленные выбросы... В ковид. В корм для животных. Таким образом Китай хочет снизить зависимость от импорта. Как выброс промышленный можно превратить в корм для животных, с которыми общаются люди? То есть, вот эти вся зомби-апокалипсис, видимо, это на нашем веку будет. В какой отрасли или вообще, в принципе, где Китай может быть импортозависим? Ну, кроме Гуччи и айфонов. Которые производятся в Гонжу. На фабрике Гуччи. То есть, айфоны на фабрике Гуччи, а Гуччи на фабрике айфонов. Ну, они стоят вот так, стена к стене. Ну, он тут отработал, пошел туда. Конечно. Бред какой-то. Страна-поставщик всего пытается избавиться от импорта. Так а то, что они вообще делают искусственно, занижают? Они реально просто подумали в какой-то момент, что, типа, ну, почему мы не поставляем вирусы? Ну, то есть, это когда-то уже все. Это как я это когда-то в КВН видел. Типа, маленький мальчик, маленькая девочка говорит, по-моему, они пришли к родителям, что ли. Как маленький, по росту, небольшому, небольшого роста. По-моему, отец им говорит, что, типа, говорит, ну, так дело не пойдет, потому что с таким подходом вы домышей страхаетесь. Ну, реально, ребята уже просто не знали, что продать миру. Когда я работал торговым представителем в ликероводочной компании, у меня на районе закончились магазины, в которые я еще не поставил наши ликеры и вино. И я понял, что я еще не продавал на своем районе в церкви. Я пошел туда с когором. Красное вино. Теплый литрый дождь. Да, и все, и нормально. Американские ученые доказали, что они лучше, чем китайские. Поэтому первые выпустили Pfizer. Это все равно шутка? Американские ученые доказали, мужчины сильнее женщин страдают после разрыва отношений. Каким они? Американские мужчины страдают больше. Надо было уточнить. Что украинским мужчинам вообще пух. Я к Суловью, песня, да? В смысле расстались? А, ну, я не в курсе. Когда украинская женщина объявляет украинскому мужчине о том, что они расстались, он как бы не понимает, что произошло, потому что ничего не поменялось. В том-то и дело. Он начинает радоваться. Они как не виделись, так и не виделись. Она ему потом звонит и говорит, алло, мы расстались. Он говорит, я понял, понял. Понял, понял. Я буду на следующей неделе. Буду, да. В пятницу идем в кино, а мы расстались, все. Такая новость касается сугубо американских мужчинок. Слушай, это новый пол будет. А ты знаешь, что у американца, я-то читал новость, а, наверное, может, она у нас, кстати, будет, но вернемся к ней еще раз. Был выдан вот эти мужчины, которые расстраиваются больше, чем женщины, о разрыве отношений. Потом идут куда? Они потом идут... В транссексуалы. В человека X. Недавно в Америке был выдан первый паспорт с графой пол X. Не мужчина, не женщина, а расстроившийся мужчина. После разрыва отношений. А будет скоро расстроившийся, который тройник, говорит, я только на тройник. А расстроившаяся женщина будет Y. Четыре вида паспорта будет. Мужчина, женщина, X и Y. Так, подожди, это кто рассказывал же, это не Перельмана, что когда в графе мужчина-женщина у нас там, там в Англии или где-то там 32 пункта. Ты должен выбрать, кто ты вообще. По жизни. Кто ты? Да ты. Нет, скажи просто, где ты? Где ты? В аэропорту Борисполь задержали мужчину, который пытался вылететь из Украины с тремя волками, выдавая их со собакой. Звали их декабрь, январь и февраль. Просто ты, ты представляешь, это вообще ситуация? Это обычная ситуация. Идет на поводки с тумик волками в намордниках. И говорят, кто это? Он говорит, волки позорные. Да шучу, шучу, собаки. Порода Джа Красл. Ну да, переростки. Ну и климат, видите? Это просто оно, нет, это они просто маску не сняли. Ну когда в фильме, помнишь, собака, когда надела маску. Кстати, а собакам надо будет маски надевать? И паспорта ковиду осталось. Ну реально, собака же за себя даже постоять не может. Что-то ответить, что она переболела. Что-то доказать, объяснить. В Синагапуре подверглась цензуре книга о цензуре. Все дело в сатирических карикатурах о пророке Мухаммеде. Это какая-то... Шарли, как этот вот журнал, как он назывался? Шарли Эбдо? Да. Они же там постоянно какую-то херню пишут. Да. Пишут, рисуют. Так они типа такие, как будто бессмертные, знаешь. Не, я на самом деле все понимаю. Свобода слова и все дела. Но, по-моему, пацаны из Шарли немножко перегибают. Я не очень перегибаю. Слушай, ну, они такое рисуют. Можно даже сказать, что они ебнутые, нет? Слушай, ну, они рисуют, арабы устраивают теракт, потому что вы подвергли юмору их вере. Нет, давай так, смотри, давай не так. Смотри, западный мир. Да. В начале какого-то херня. Лезет в восточный. Да, да, и смеется над ним. А потом, блять, еще, значит, после этого и смеется с них. Блин, вы такие плохие вы теракты делаете. Они говорят, вы охуели? Я извиняюсь. А потом удивляются. Так не, ну, что сделали арабы сейчас в свое время? Я вот в Германии лечился длительное время, не так давно. И я немцев видел только в клинике. И то пару человек. Так как все происходит? Они дошутятся, мне кажется. Они же как сделали, смотри. Их уже окружили. Да, так смотри. Во Франции и в Германии живут либо одни афроамериканцы, либо одни арабы. Мне кажется, арабы красавчики. И они действуют по принципу, смеется тот, кто смеется последний. Они такие, ахахаха. Не, смеется тот, кто... Это действительно смешно. Не, смеется тот, кто... Тихо по кварталу потихонечку заселяют. Не, смеется тот, кто просто остался. Если арабы выйдут сейчас одновременно из своих домов в Германии, то реально окажется, что немцев просто нет. Слушай, они один раз проголосуют, и все. И выселят немцев из Германии. Скажут, что это незаконно. Причем в Сирию. Криптовалюта Сквид, посвященная игре в кальмара. Ты смотрел, кстати, этот фильм? Посмотрел. Посмотрел? Я даже не смотрел. Не смотрел. Мне кажется, это просто надо головой удариться. Посмотри, просто трейлер и все. Посвященная игре в кальмара оказалась аферой. Ахворой. Странно. А я думал, это перспективный проект. Надо купить как можно больше монет, перевести их на холодный кошелек и держать до усрачки. Нет? Это не так? Пока ты не сыграешь на все. Это не так? Блин, я думал, продать все биткоины и вложиться. Мошенники скрылись с 3,3 миллиона долларов. Прием, которым они воспользовались, называется выдергиванием коврика. Это называется экзит скам. Кто-то перевел на выдергивание. Это называется лох. Выдергивание коврика. А не выдергивание коврика. Лох. Прием называется лох. Экзит скам. На этот счет написано уже масса трактатов. Том 1. Без лоха и жизнь плоха. И ни один выпуск крипта для чайников. Да. А мне интересно. Мне интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вас уже 40 тысяч? Почти. Почти 40 тысяч. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, ну вот по чесноку, кинул немножечко денежек в сквит? Появись. Лох. Мне просто интересно. После 60 выпусков, в каждом из которых мы как бы два часа в жизни тратим вашей на объяснение того, как работает скам. Просто интересно. Вот среди вас 40 тысяч есть, те, кто купил сквит или нет? От меня персональный приз. Или наоборот не купил именно из-за того, что нас посмотрел. То есть пальцем по мышке водил вот так вот? Нет. Он именно посмотрел. Проанализировал. Именно не купил из-за того, что нас смотрел. Если есть такие, кто не купил сквит, потому что прочитал о появлении этого проекта флешбеками из Гагарин шоу, понял, что это, скорее всего, скам и не купил, напишите, пожалуйста, тоже. Кому, значит, да-да. Не, я знаю, что у нас есть точно один зритель, который прямо в телеграме написал, что ребята, там скам. Точнее, обратил мое внимание на то, что у нас в телеграме выходит об этом новость, потому что я-то тоже понимал, что это скам. Интуиция мне подсказывала. Вряд ли где-то не скам, если его нельзя продать, как бы, только купить. Ну, там еще ж хитрее. Там не просто купить сквит надо было. Там надо было еще купить и второе. Там надо было еще фильм посмотреть. Нет, там надо было еще купить Марблз. Помимо сквит, надо было купить еще Марблз. Ну, на самом деле, ты видишь, лохов у нас на самом деле не супермного. 3,3 миллиона долларов. Ну, это уже не те скамы. Это уже не ICO. Да, это уже видишь. Это уже попроще. Так, депутат ОдессКГ облсовета заявил, что над селами летают самолеты и заражают людей коронавирусом. Самое интересное, он опубликовал и фотку. Я видел эту новость. Фотку самолета? Фотку самолета, который тушит пожар. Ну, типа, и пока написал, что это людей заражает коронавирусом. А самолет удалось на фотографию рассмотреть? Это Львханзе? Нет, это реально просто самолет. Чтобы я понимал, откуда идет беда. Нет, это просто самолет. Он взял фотку самолета, который реально просто тушит пожар. Самолет чей? Наш, украинский. А, Мау? Да не Мау, не пассажирский, а реально самолет, который наполняет водой. Без опознавательных знаков? Ну, там какой-то аншота там с украинским флагом. Ну, так, а чего он не пошел дальше? Почему не проведено расследование? Почему бортовой номер самолета не передан? Не докурил. А может быть просто потому, что он честный депутат, у него четвертый айфон и зум просто физически не позволял. Зум и зрение не позволили ему задокументировать инструмент нарушения. Но он же мог бежать до места посадки самолета. И там уже на взлетно-посадочной разобраться, кто это травит людей. Взять пробу. Конечно. И отправить ее в шарите. У меня все. У меня последняя. У меня новость очко. Последняя была. У меня очко плюс один. Два очка получатся. Давай, двухочковая новость. За 300 метров от границы задержали тракториста, который вез в Польшу 6 тысяч бачек сигарет и надувную лодку. Понятно, что эту новость мне дали прочитать. Слышишь, а на надувной лодке были его написаны инициалы в Инстаграм? Не, надо было как-то написать, типа, за 300 метров от границы задержали тракториста, который вез в Польшу 20 блоков по 300 сигарет. И последний раз, когда его задерживали, был 299-м. И надувную лодку Ан-300. Ну или какую-нибудь там Фиш-300. Обмельчал, что ли, получается, наш драгоценный контрабандист? Ну это как старый анекдот, да, знаешь, когда мужик едет на велосипеде и везет с собой 2 блока сигарет. Он говорит, можно один только? Отобрали один блок сигарет. Везет, ну в следующий раз едет опять. Опять везет 2 блока сигарет. Он говорит, ну нельзя, только один можно. Третий раз везет, четвертый, пятый. Они каждый раз убирают по блоку сигарет. Мужик говорит, мы все понимаем. Ну в чем схема? Мы не можем понять, ты идиот? Он говорит, да не, не, ну ладно, давай так, мы тебя не будем штормить, ну просто расскажи, в чем прикол. Он говорит, ну вы пока у меня по блоку сигареты забирайте. Я уже 200 велосипедов продал. Ну что, друзья, на этой прекраснейшей ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. И напоминаем вам еще раз, для того, чтобы не пропустить наши выпуски, а также для того, чтобы просто нам в нашей, в альтруистической нашей, альтруистской. Альтруистская. Для того, чтобы поддержать нас морально, ввиду того, что мы это делаем все совершенно безвозмездно. И не на крысу. И не на крысу. Вы, значит, смотрите нас, пожалуйста. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь, пишите комментарии. Это очень сильно мотивирует. Особенно сильно мотивирует, когда вы пишете такие длинные, приятные сообщения с благодарностью за нашу деятельность. Или критикой. Да, критика тоже приветствуется. Всех вас крепчайшим образом обнимаем. Как говорится, поднимаем. До хруста. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok